Спасибо. Как все жители Севера, я сразу ощутила запуск на полную мощность западного скоростного диаметра. До сих пор не верится, что из Приморского района дорога в аэропорт занимает всего 30 минут, и по привычке закладываешь еще полтора часа. А уж каким было удивление ровно год назад, когда после долгих январских праздников на Каменноостровский проспект и набережную Черной речки не вернулись те пробки, что были раньше. Через несколько месяцев скоростная магистраль в плане логистики поставила Петербург на один уровень с мировыми бизнес-столицами. В июне город принял Международный экономический форум. Это 12 тысяч гостей и 2 тысячи журналистов. Если инвестиционная привлекательность этот товар, то его показали лицом. Соглашения о намерениях на 240 миллиардов рублей не остались на бумаге. Бюджет пополняется за счет, в первую очередь, работы новых предприятий. Предприятия, которые создают новые высокотехнологичные рабочие места с соответствующей зарплатой. И за это, конечно, огромное спасибо всем нашим инвесторам, всем тем людям, которые верят в наш город, верят в то, что в Санкт-Петербурге можно и нужно работать, вкладывать инвестиции, развивать свой бизнес. Особую миссию возложил на Петербург президент Владимир Путин. Стать столицей цифровых технологий. Потенциал безграничен. На чемпионате мира по программированию студенты ИТМО всех оставили далеко позади, включая США, родину искусственного интеллекта. В пользу случаем хотел бы поздравить, кстати говоря, и студентов Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики, которые в этом году вновь, в седьмой раз уже победили на чемпионате мира по программированию. Наша сегодняшняя ведущая говорила о людях, которые живут в Петербурге. Она права, так и есть. Это достойные люди очень. И молодые жители Петербурга это подтверждают самым наилучшим образом. Айти-награды в копилке не единственные. Петербург стал победителем в номинации «Лучшее европейское городское направление-2017». Не первый раз Петербург берет туристический Оскар премию World Travel Awards, но именно в этом году впервые принимает у себя церемонию награждения. По предварительным подсчетам, именно в 2017-м количество туристов перешагнуло 7-миллионный порог, а посещаемость Эрмитажа превысила 4 миллиона человек. И, конечно, город стал бесспорным лидером среди российских туристов по появлению в соцсетях. Само вручение этой премии и то, что вручение проходит в нашем городе, в нашей стране, говорит о том, что сегодня не только Санкт-Петербург, но и Россия является одним из ведущих туристических направлений. Кубок конфедерации в июле внес свою лепту и стал генеральной репетицией перед чемпионатом мира по футболу. В 2017-м поставил точку в стройке века. Через 10 лет после начала работы стадиона на Крестовском принял посетителей. И скептикам, вопреки, которые любят напоминать о недочетах, работе над ошибками или бюджете, весть об этом сооружении без преувеличения облетела весь мир и вписала название арены в одну строку Суэмбле, Мараканой или Сантьяго-Бернабеу. Приведу интересные расчеты. Площадь крыши составляет 71 тысячу квадратных метров. Это в полтора раза больше Дворцовой площади и в три раза больше Красной площади в Москве. Поражает масштабами ИЛАЭС-2, где ядерным топливом загрузили реактор. Дан старт физическому пуску первого энергоблока. Риск нештатных ситуаций исключен. И это не только слова. Под нами на расстоянии 33 метров находится так называемая ловушка расплава. Это ноу-хау петербургских проектировщиков. Емкость, способная в случае гипотетической аварии принять в себя радиоактивное содержимое и закапсулировать его при таких условиях, при которых невозможна цепная реакция. Два других ядерных реактора мощностью в 50 тысяч лошадиных сил проложат для России широкую дорогу в Арктику. Самый большой в мире атомный ледокол «Сибирь», построенный на Балтийском заводе, в сентябре спустили на воду. Сбываются мечты полярников и моряков. Навигация по Северному морскому коридору, это кратчайший путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, станет, возможно, круглый год. Но для рядового петербуржца, который каждый день прокладывает по навигатору путь на работу и домой, доступность Васильевского острова имеет большее значение, чем всех островов Северного Ледовитого океана вместе взятых. Удивил 2017-й заданным темпоритмом. На полгода раньше намеченного срока открыли после ремонта Тучков мост, тем самым восстановив основную связь с Васильевским островом для пешеходов и автомобилистов. Еще немного любопытных цифр. В вечернее время интенсивность движения составляет 5200 автомобилей в час. Прокатившись по ЗСД и историческому центру, отправляемся на Леснозаводскую улицу. И вот зачем. У любой истории должен быть запоминающийся финал еще лучше, когда этот финал счастливый. В 17-м роддоме 17 октября 2017 года произошло событие, которое по эмоциональной шкале упоминаемости в средствах массовой информации оставило далеко позади все вышеперечисленное ранее. Первенец Виктория, девочка, появилась на свет в 10.50, опередив на несколько минут своих братьев и сестер. Впервые за 50 лет работы в 17-м роддоме принимают сразу четверых детей. Здорово, милка! След за Викторией победительницей громким криком заявляют о себе Артем, Ева и Милана. Четверню принимала бригада из 22-х человек. Полутора килограммовых крошек поместили в специальные кюветы на доращивание, как говорят врачи, а выписывали под прицелом десятков телекамер. Уникальный для города случай в цифрах зафиксировал Росстат. Постоянных жителей в Петербурге 5 миллионов 300 тысяч человек. И это, пожалуй, главное достижение 2017-го. Лидия Вельба, Пульс города. Лидия Вельба, Пульс города.